это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня день триколора сегодня его важности в лесопарке говорили патриоты комфортное развитие в партии власти обозначили приоритеты следующей пятилетки голос районов избран новый руководитель совета муниципальных образований сегодня день российского флага 22 августа 1991 года над белым домом в москве впервые был официально поднят трехцветный российский триколор заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом в этот день на чрезвычайной сессии верховного совета рсфср было принято постановление считать полотнище из белой лазеревой и алой полос официальным национальным флагом россии сегодня флаг россии государственный триколор официальный государственный символ наряду с гербом и гимном российской федерации флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос верхний белого средний синего и нижний красного цвета ну сегодня отмечается праздник одного из трех символов нашего государства поэтому мы считаем очень важным прийти и просто поучаствовать и весело провести время неоднократно в школе рассказывают о светлом будущем хорошим настоящим и кровавым прошлым флаг это символика как гимн это что-то наше что-то родное флаг это неотъемлемая часть нашей страны в принципе ну да это традиция символ давние очень давних времен поэтому мы учтим и горды нашей страной и флагом в лесопарке не первый год проходят торжества посвященные триколору с каждым годом участие в празднике принимает все больше людей среди них все от школьников до пенсионеров а некоторые наши недруги пытаются нас лишить флага в том числе на международных спортивных мероприятиях склоняют наших великих спортсменов тому чтобы они отказывались от демонстрации его и соглашались выступать без него но мы все выстояли и обязательно наш флаг будет гордо реять и на всех спортивных мероприятиях и во всех значимых местах нашей большой и великой страны рязанцы тоже своих достижений добивались именно под этим государственным флагом давайте его нести гордо уважать и никогда не терять и хотя этот день не является официальным выходным праздничное настроение буквально витает в воздухе дополненная концертами велозаездом и флеш-мобом мин цифра объявила о внедрении программы дальневосточный и арктический гектар на госуслугах бесплатный участок напомню могут получить российские граждане и иностранцы которые участвуют в добровольной программе переселения земельный отрез можно получить безвозмездное пользование или в аренду при этом можно менять его границы а также выбрать вид использования получить участок собственность можно будет только через четыре с половиной года безвозмездного пользования но можно и досрочно если на нем будет стоять жилой дом площади не менее 25 квадратных метров или есть кредит на постройку дома на этом участке также через четыре с половиной года можно взять этот участок в аренду на 49 лет если не соблюдать правила использования участка в в продлении аренды или в предоставлении участков собственность будет отказано. За время действия программы с 2016 года уже предоставлено более 96 тысяч земельных участков. О новых проектах партии власти говорили на 38-й конференции регионального отделения «Единой России». Штаб отчитался за прошедшую пятилетку, а также наметил новые рубежи. О том, с какими задачами пойдут единородцы на сентябрьские выборы в Городскую Думу, далее в материале. Одна из главных задач партии власти – повышение уровня комфорта жизни населения. Городская дума в этом смысле оперировала цифрами. За прошедшую пятилетку проведено благоустройство 31 общественной зоны из 171 двора, а также сделан капитальный ремонт 115 километров автомобильных дорог. По словам спикера Татьяны Панфиловой, депутаты не обошли стороной и экологическое благополучие областного центра. Особое внимание уделялось вопросам создания экологически безопасных условий для развития города. Продолжалась работа по озеленению Рязани, организации новых парков и скверов, а также увеличению площади зоны городских лесов и лесопарков. Только за последние три года в зеленую зону были переведены территории общей площадью около 900 тысяч квадратных метров. Впереди новые вызовы. Важной частью свежей программы развития станет поддержка старшего поколения, участников СВО и их семей, улучшение системы здравоохранения. Должны действительно сделать акцент на деле, на профилактическую составляющую здравоохранения. Для эффективного функционирования современной системы необходимо постоянно наращивать потенциал медицинских учреждений города, создать условия для расширения развития как первичного звена, так и специалистов узких направлений. Многие предложения, вошедшие в предвыборную программу «Единой России», это инициатива рязанцев. О том, что волнует горожан, узнавали с помощью опросов. Среди остро волнующих тем – доступность и качество образования, а также ремонт дорог и развитие транспортной инфраструктуры. Можно уже сейчас с уверенностью сказать, что в ближайшие годы общественный транспорт должен полностью преобразоваться. Полностью. Современные информационные видимости машины, удобные маршруты, выделенные полосы для общественного транспорта, соблюдения расписания – вот это одна из важнейших задач, один из ключевых нахазов, которые мы можем получать сейчас. Фокус развития направлен в том числе на систему здравоохранения. В программе – постройка семи медицинских объектов. Среди них – поликлиников «Дашково-Песочня», открытие которой уже запланировано на 2025 год. Федеральная поддержка регионов, исполнение поручений и ответы на обращения жителей в соцсетях стали на правительстве основными темами. В некоторых случаях пришлось даже возвращаться к обещаниям годичной давности. Основная задача региона – войти во все федеральные программы. Об этом в очередной раз напомнил главам на местах Павел Малков. Деньги на развитие – шанс уникальный, заявил губернатор. Все заявки должны быть составлены безукоризненно. Важно, чтобы работал общественный и депутатский контроль. Потому что каждый рубль федеральной поддержки, которую мы получаем сейчас на эти проекты, нужно использовать максимально эффективно. Второй раз у нас шансов не будет на то, чтобы реализовать все эти задачи. Вопрос шумоизоляции и ледовой арены «Айсберг» на Шевченко жители близлежащих домов поднимали еще в августе прошлого года. Тогда им обещали все счеты установить до конца этого лета. Но, похоже, придется еще подождать. Законтрактовались мы в конце июля. Срок поставки оборудования сложного – 24 августа. И по контракту завершение работы 30 сентября. Но подрядчик говорит о сроках 15 сентября. То есть постараемся с опережением графика все смонтировать. Так точно, Павел Иванович. В течение месяца вопрос закроем. Определилась и дальнейшая судьба кинотеатра «Октябрь». Его точно будут приводить в порядок. Может быть, даже не за один год, но все же. Сквер и фонтан, скорее всего, тоже оставят. Кинотеатр не ремонтировался с 1981 года. Для создания концепции перед реконструкцией мы привлекли финалистов архитекторы РФ. Они в субботу проводили опрос жителей, составляют концепцию реконструкции данного кинотеатра. Жители желают видеть кинотеатр как многофункциональный центр, где по интересам для детей и пожилого возраста сохранение фонтана, максимально благоустройство прилегающей территории. В ноябре месяце они предлагают представить концепцию на рассмотрение. После ее утверждения мы готовы приступить к проектированию. Отдельно губернатор остановился на жалобе жильцов одного из домов по улице Чернышевского. Местная управляющая компания, дескать, после отказа от ее услуг, спилила забор и забрала его с собой. Павел Молков назвал этот случай вопиющим. Тем не менее, попросил разобраться в этой истории подробнее, в том числе и правоохранительные органы. Партнер программы «День города» – выставка продажа икра и рыба Камчатская. Вкусные, а главное, свежие морепродукты из Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер» до 26 августа включительно. Отделение соцфонда России по Рязанской области оплатило около 4,5 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью. Как сообщает пресс-служба фонда, на эти цели было потрачено более 15 миллионов рублей. Такой мини-отпуск, состоящий из 4 дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком с инвалидностью. Заявление на дополнительные выходные подается работодателю. Дни можно взять подряд или разнести по разным датам в течение месяца. За возмещением расходов, произведенных на оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми в региональное отделение соцфонда обратилось 380 работодателей. С сентября дни по уходу можно будет использовать в более удобном формате. У родителей появится возможность накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком. Главным вопросом повестки 15-го съезда Совета муниципальных образований региона стал вопрос кадровый. Руководители на местах избрали нового председателя. Им стал глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров, а также получили возможность продлевать свои полномочия. Как это сделать юридически, рассказал депутат Госдумы Андрей Макаров. В Рязанской области 290 муниципалитетов, и в каждом из них жители хотят быть услышанными. Именно для этого в 2006 году и был создан Совет муниципальных образований. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, именно главы на местах сегодня ближе всего к людям, а значит напрямую вовлечены в проблемы населенных пунктов. И как раз председатель Совета МО должен аккумулировать все запросы. Безусловно, новый председатель должен быть этим человеком. Ответственно, темно, порядочно. Нужно очень хорошо забираться в том, как работает органами местного самоуправления, какие есть полезные вопросы, а какие есть, наоборот, точки роста. Но самое главное, этот человек должен эффективно работать на развитии региона, на благо жителей области. Новым председателем Совета муниципалитетов единогласно избрали Евгения Сидорова, главу администрации Михайловского района. А в Александро-Невском без изменений. Руководить им по-прежнему будет Владимир Оватков. Депутат Госдумы Андрей Макаров обозначил для этого юридическую возможность. Процедура об отпуске – это в случае следующая. На назначение на должность не по контракту, а избрание депутата официального органа из числа председателя, представленных в конкурсной комиссии по результатам отпуска. В таком случае происходит одновременное замещение, принимая должности главы муниципального образования и главы администрации. Напомним, что ранее Совет возглавлял глава администрации Пронского района Александр Шаститко. В июне этого года он был назначен заместителем председателя правительства Рязанской области по вопросам АПК. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин.